наверное воспользуемся быстрым перемещением на зачем нам топить весь этот путь если конечно работает до перест переместиться вечный трон бледный всадник во плоти так а чему нас дрейвен может научить может быть тренировка секирой улучшает приемы с секирой позволяя нанести своевременный удар в слабое место вы уверены что хотите купить это умение конечно тренировка с молотом с глефой тренировка серпом а у меня вообще что сейчас за дополнительно оружием у меня вандершмяк блин у меня не глефа не секира как и к чему отнести этот вандершмяк ладно задник вокруг и тогда все тренировка с молотом улучшает приемы смутно позволяю вести своими удар слабое место до какого я не ожидал возможно у меня глефа давайте выучим приемы для глефа и тренировка с палицей и тренировка с серпом все больше денег больше денег нет отстань а тут же у нас и остыгод давайте ему продадим их найдено врага зовет нас обоих возможно мы еще встретимся да обязательно с лидером санту моему сердцу любо-дорого продать тебе побольше всякого барахлишка великая вот реликвия риногота получено зелье здоровья 70 получено зелье ярости 20 что это обозначает я и прошлый раз не понял то есть как как получено зелье здоровья 70 что это имеется ввиду она получена 3000 золота может свиток натаниэля ему загнать чтоб не париться он не хочет его купить нет мы больше нечего продать а может быть купить что-то интересное мы можем денег не осталось чем мы там купим на день хотелось бы мне хотелось бы мне тебя что натян короче не закончил он что-то мысль там видать забыл что говорит слух окей кому отдавать цветок тебе нет смерть всегда рад тебя видеть давай покончим с пока я не сделал что-нибудь такое о чем потом мы оба пожалеем душа которую ты ищешь никогда не представала пред судом ты уверен в этом о да я бы заметил если бы такая значительная душа появилась бы в нашем царстве я не знаю имени начертанного на свитке это имя принадлежит созданию более древнему чем нефилимы и ты хорошо с ним знаком но увы сейчас он носит другое имя просвети меня какое я от этого получу удовольствие мне некогда жаль что у тебя такой скверный характер мы многое могли бы сделать друг для друга и за очень хорошее вознаграждение еще кому то помочь тебе нужно всего лишь проверить слухи которые распространяются по царству мертвых о древнем лабиринте который притягивает неосторожные души и забирает их у нашего повелителя ты имеешь ввиду лабиринт судьи душ это уже не относится к лабиринту судья душ древний враг трона считалось что его уже давно нет перед тем как исчезнуть он забрал одну вещь которую очень хочет заполучить король не сомневаюсь что она хранится в лабиринте найди судью душ и верни похищенная помочь тебе со слухой возможно тебе не стоит прислушиваться к сплетням найди лабиринт судьи душ вернись ко мне и я перестану это делать новое короче задание отправляйтесь в лабиринт судью будь осторожен сад не мертвые еще восстают и еще есть задание вернуться к натаниэлю а что будет если мы поговорим с самим королем нога король то тут у нас реликвию туго то за трончиком припрятал мы ее нашли эй а он уснул или нет анус просыпайся нельзя да с ним поговорить но окей нельзя так нельзя это что-то как все понял тут мы уже все что можно сделали но больше ничего тут я смотрю у него в тронном зале не завалялась давайте смотреть более подробно задание которое у нас доступны потерянная душа натаниэль просит вашей помощи чтобы раскрыть тайну того чье имя написано на свитке нам нужно вернуться до к натаниэлю вернитесь к натаниэлю добыча советника вы согласи вы согласны помочь советнику пока что исследуете лабиринт судью душ где по словам советника хранятся тайны могущества нового врага мертвого короля я все переживаю хватит ли у меня уровня если я начну уровнем персонажа для того если я начну выполнять это задание сводка отправляйтесь к лабиринту судьи душ где-то на мертвых равнинах к лабиринту должны быть все свитки найдены чтобы мы могли добраться сейчас давайте проверим вот они свитки у нас есть первый уровень и второй уровень 3 4 5 а вот 6 нет и как мне пройти 6 и 8 так великой эту год одержит уверенно да уверенно при тысячи золота знаешь где меня найти тогда возвращаемся к натаниэлю нам еще рано бежать короче к этому лабиринт суди душ возвращаемся к натаниэлю и продолжаем выполнять этот доб а 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 Продолжение следует... 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 И это, конечно, не положительный результат, скажем так. Давайте еще раз наверх съездим. Возможно, все-таки там пройти получится. Надо более подробно изучить локацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Тут ни с чем взаимодействовать нельзя, кроме как... Почему он садится постоянно на эту статую или что оно такое? По-моему, только зря время теряю, наверное. Я думал, просто может перекинуть, типа, через вот эти камни. А оно нет. Это там... Там я не попадаю. Никак не попадаю. В эти кусты под... А, подождите, а может быть, можно... Может быть, можно раскидать эти... Камни. Ну, вряд ли. Я бы удивился, если получилось. А может быть, сюда? Да никак. Никак не получается. Давайте тогда исследуем просто эту локацию. Эту... Ну, я имею в виду не именно башню. А полностью локацию, в которой эта башня находится. Может быть, здесь... Что-то интересненькое мы сможем найти. Что-то интересное мы сможем найти. Воспасть в цитадель слоновой кости. Возможно это сделать. Вот это вот что такое. Что это за площадка. Что это за круг. Много вопросов. Много непосещенных локаций. Но если не получится сейчас, то... Ну, тут ничего дельного найти. То, конечно, лабиринт судьи душ нас ждет. А, ну да. Туда мне не попасть. Закрыта дверь. У Вульгрима ключ. Который... Который что-то я... Даже приблизительно... Не видел. А ну-ка. Сейчас мы с ним поговорим. Может быть, что-то получится выпытать. Новые товары. Что-что вы пытаетесь продать. Разве что... Страницы, но их... Без трех страниц, без трех страниц он не покупает. В общем, том не полный. Ему надо максимум информации. Кузнечные земли. Там еще меня очень-очень интересует момент насчет дополнения, которое было написано. Вы можете его загрузить со страницы. С какой страницы? Там как-то там ни точки не стояло в конце. Такое впечатление, что мысль не закончена была. Со страницы веб-сайта, со страницы игры. То есть откуда? Или с какой страницы? Может быть, мне нужно найти какую-то страницу в игре? И, типа, если я ее там прочитаю, то смогу загрузить этот долг или что? Так, у нас два телепорта. Этот куда ведет? Кузнечные земли. Сразу. А, я понял. Тут у нас, типа, два разных мира. Мы можем попасть и туда, и туда, да? Королевство мертвых. Давайте, наверное, в кузнечные. Что-то у меня... Тянет на самое начало игры. Посмотрим. Затерянный храм, проклятый лес, плачущий утес, долина отца камней, разрушенная кузница. Где безумного кузнеца искать? С кем поговорить? Может быть, с наставником? Может, ко мне немного задвинуть еще тут нашему во фьорде Блэкруту. К нему переместиться нельзя, но можно переместиться во фьорд. Да, давайте смотнемся. Сейчас немного мы прокачаем главного героя. Тоже будет положительный момент. Спокойно, спокойно, пальцы. Я думал, они там делом займутся, зря только потратил ярость. А тут не оказалось поблизости ни одного скелета. То обычно, когда я бежал к Блэкруту, они меня пытались избить. Так, кружочек. Может, ты будешь так добр и накормишь меня? Да, конечно. Кружочек появись. Прошел к столу. Сейчас будем кормить. Так, добавить по одному камеру. Как вкусно. Продать камни. Уверены, да. Чего я получил только что? Здоровье 30, да. Но нормально. Вот такой вот микс. Продать камни. Критический шанс. Магия. И у нас 5 остается. Эй, эй. Ага, вот. Почему не двигался? Не двигался этот курсор. Ну, 3 подряд синих. Это чисто магия, да, наверное? Да, магия. Ну и больше не хватает. Нужно еще один камень найти. Ну и на том спасибо, Блэкрут. И на том спасибо. Так, куда тут еще можно заглянуть? Раз мы уже в кузнечных землях. В землях. В разрушенной кузнице, по-моему, я уже там тусовал. И побеждал безумного конструкта. Кажется, в плавильне ожидает нас еще беседа. Да, давайте к наставнику переместимся. Что он скажет? Не могу понять, почему там наверху... Почему-то наверху не пройти. Я должен использовать, наверное, разделитель духа. Вот это, блин, я запамятовал, что он у меня есть. Это новая способность. На ней же все сейчас завязано тут. Куда не поверни. Ну тут, наверное... Ладно, пару раз сейчас я... Обеседую. С ребятами. И отправляемся, отправляемся туда. Снова в башню в эту... И... Ну, в пустами в башню. И мне кажется, это можно будет придумать. Не знаю, я же сопляк. Так, раз ты сопляк, значит не тарахти. О, Валус хорошо потрудился. Мы можем похвастаться обновками. Ладно, нет, шмот меня тоже не интересует. Валус, ты что скажешь? Понял. Вопросов к тебе нет. С Тейном еще остается беседа, может быть. Он чего-то нового нам поведает. Нет приемов. Нет приемов, значит мы уходим. Уходим отсюда. Вот так вот получилась такая небольшая заморочка. Беготня туда-сюда, потому что я забыл, что у нас есть... Что у нас есть суперспособность разделять души. Как именно выглядеть прохождение этой задатки с разделением душ я пока что еще не знаю. Ну, пару задумок уже есть. Ну, давай быстрее, я не знаю. По-моему, когда он делает кувырок, все-таки быстрее мы передвигаемся. Поэтому... Поэтому кувырок... В использовании... Ну, 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 вот быстрое перемещение. Да. Снова будем кататься на лифте. Снова у нас тут Натаниэль. Натаниэль тоже красавец. Передай свиток туда-сюда. У самого у парня крылья, он думал смотнуться... ...побыстрее, чем мы. А он вот это вот... ...заставляет других... ...выполнять свои... ...дела. ...дела. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦАННЫЙ ЗВОНОК КОНЕЦАННЫЙ ЗВОНОК итак загадка наверное на этой стороне стоит оставить статую блин а далеко как-то разлом такой немаленький я думал вообще как-то так как-то так перри перемен может быть вот здесь расстояние поменьше а ну-ка брат иди сюда а вот это нужно было 20 минут не побегать просто по миру чтобы допереть оп 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 я понял спокойно дальше идти нам заказывать но у нас так все сработало да чувствуется что игра тех времен сейчас такие загадки не делают ну в играх подобного жанра как бы если если прям игра просто я полностью акцентрируется на загадках тогда вопросов нет бывают и посерьезнее но тут казалось бы обычный слэшер приключения с элементами рпг ну и загадки и завезли из тени к свету я вижу тебя всадник поступки которые ты совершил жизни которые ты оборвал я знаю зачем ты здесь в таком случае ты дашь мне ключ я охраняю ключ много веков он мой и так просто я с ним не расстанусь по крайней мере сейчас порча расползается в нашем городе в наших сердцах только я остался чист как один луч света против тьмы но я бессилен я не могу рассеять не всем и бессильный архонт хм возможно многие священные реликвии были утеряны после того как были сломаны печати и легионы тьмы обрушились на землю одна из них жезла рафаэля может исправить то что здесь произошло я не осмеливаюсь сам вернуть жезл врата в белый город закрыты для любого ангела который бывает на земле но ты не ангел достань жезл я проложу путь в свой замок там ты найдешь ключ к древу жизни что касается того с чем ты столкнешься на земле после того как ты это увидишь даже ты возможно проклянешь войну что там у него за рисунки в этом колодце отправляйтесь на землю вот это круто так ну ангел ангел тоже очень крутой такие крылья крутой персонаж реально так а ну-ка давайте поговорим с ним еще сейн отправит тебя на землю всадник не задерживайся здесь ага где жезл а рафеля если тебе нужен жезл скажи мне где его искать я многое повидал вглядываясь в бездну но этого я не могу тебе сказать мир людей окутала тьма когда его наводнили легионы ада с тех пор я вижу землю только мельком но мне известно что жезл а рафеля уцелел и он наша единственная надежда город ангелов как случилось что белый город пал жертвой порчи пал не город а те кто в нем жил все началось с одного ангела слабовольного и подверженного сомнения когда тьма воззвала к нему он ее принял от него и начала распространяться порча казалось что только я мог чувствовать тучи собирающиеся у нас над головами и хотя я и предупреждал моих собратьев о грядущем шторме они меня не слушали но когда разразилась буря город света пал как и многие другие миры как попасть на землю твой бассейн это единственный путь в мир людей это единственный путь о котором я знаю можешь поблагодарить за это своих хозяев чтобы сохранить баланс обугленный совет запретил путешествие в третье царство и уничтожил все уже существовавшие пути даже древо жизни сожгли бы как обычную растопку и все же ты можешь попасть на землю не все подчиняются совету смерть вот для этого ему нужны всадники что это за место ты говоришь об этом мире как о своем собственном стражи называют это место утраченным светом но как раз здесь свет еще остался и я его источник больше ты ничего не можешь мне сказать нет до тех пор пока ты не найдешь жезл всадник тогда все станет ясно а поторговать ну что ты что же ты делаешь так тут у нас есть сундук мне еще любопытно глянуть вот с этой платформы на белый город да или как они его называют но она же и башни из слоновой кости слоновая кость же белая по ножи шипов мореплавателя 19 уровень немного защиту опускают но магия магия будет больше так а с этой стороны на карте конечно ничего не отмечено но вдруг тут что-то тоже интересное завалялось надо обязательно заглянуть ну блин могли бы и положить чего-то камень например повесить ладно так убери крылья я пошел врата на землю и и и Девушки отдыхают Уриэль? Что небесное воинство делает на земле? Ох ты, блин. Но я не думал, что мы на землю попадем. Очень круто. Я не ожидал, серьезно. Думал, что это именно в первой части нам дают повоевать на земле. А вторая полностью будет в другом мире. Но тут, конечно, здорово. Получил я немного по лицу. Ах, чёрт. Эуреэль? Войны нет. Ко мне! Избавление. Нажмите квадрат, чтобы сделать выстрел под ноги. Эр-2, чтобы использовать его быстрый огонь. Эл-2 удерживать для объемного выстрела. Что вообще я нашел? Что это такое? Фига себе. Я... Я этих ангелов не пойму. Они летают. У них есть дальност... Дальност... Ну, ну, как это? Дальнобойное оружие. Зачем же ж они парят над землей и хавают? Дальнобойное оружие. Дурны. С кем там можно поговорить? Куда он стреляет? Ну, круто. Так, я, правда... Вот это было вообще зачёт. Фига себе там огненная какая-то обезьяна. Так. Открыть. Открыть сундук. Сначала собираем барахлоту. А потом беседуем. А потом беседуем. Так, или беседуем сейчас. Нет, забираем сундук, потом беседуем. Что они вообще... Нет, нет, они... А, мы перебили тут все. Я должна убить тебя за то, что здесь натворил твой брат. Но ты спас мне жизнь. Но тут... Считай, что мы... С этого и нужно начинать. Что ты знаешь о Жезле Рафеля? Это оружие невообразимой силы. Его принёс на землю Архонт Гестус, чтобы сражаться с демонами во время последней войны. Но Гестус погиб. И Жезл был сломан. Теперь Разрушитель подпитывает свою армию тьмы с помощью его обломков. Сломанное можно починить. Где находятся части Жезла? В руках Разрушителя. Он вызвал создание из бездны и призвал своих приближённых. Отвратительных тварей, которые сейчас никак не могут поделить этот мир между собой. Страждущий. Одна из таких тварей. Они питаются мёртвыми и превращают их в стаи созданий из костей плоти, сражающихся как единое целое. С одним разумом проще справиться. Я не хочу рисковать жизнями небесных воинов, чтобы отвоевать Жезл Арафаля. Но если ты хочешь быть на побегушках у этого дурака, тогда иди по следу усеянному трупами, которые оставили мои собратья. На побегушках у дурака. Ну что ж, это уже не в первый раз. Каковы потери? Сколько ангелов погибло здесь у Реэль? Слишком много. Но на месте каждого умершего ангела появляется другой, живущий не по своей воле. Из их страданий разрушитель черпает сил. Ты не мог бы избавить их от мук, бледный всадник? Если ты этого хочешь. Однако всё, что я могу предложить пленникам, это быстрый конец. Это тоже благо. Воины небес на земле? Почему воины небес всё ещё на земле? Ты заблудилась, Уриэль? Может, ты ещё этого не заметила? А куда ещё нам идти? Все видели, что здесь произошло. Как наступали войны небес до того, как были сломаны печати. Белый город для нас закрыт. Мы никогда не сможем вернуться домой. Приближённые. Кто такие эти приближённые? Они не похожи на демонов. Нет. Они более древние существа, вызванные из самой бездны. Самые могущественные служат разрушителю и правят от его имени на пепле и костях. Остальные просто убивают всё вокруг них. Стая. Удивительно, что вы так долго продержались. Даже мёртвые против вас. Ты говоришь о стае. Из всех тварей, обитающих здесь, они больше всех хотят отомстить. Даже смерть их не останавливает. У нас новое задание. Освободите пленных воинов небес 10 и найдите первую часть жезла. Ну что ж, я ещё раз повторюсь. Очень здорово, что мы оказались на земле. Я прям не ожидал. Прикольно. Эти ангелы, новые персонажи появляются. И становится играть ещё интереснее. Так, 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 забери. Ты что? Ты что? Выстрел под ноги. Это мы отталкиваем от себя. Получается, врагов. Это куда идёт? Что это вообще? Какая-то печать. Какая-то печать, куда пройти мы не можем. Нордик Геймс. Прикольно. Это типа офис. Так, вот палки и камни. Получен ещё один синий камень. Мистический. Но мне, конечно, больше всего нравятся красные камни, потому что они увеличивают здоровье. Синий это магия. Тоже неплохо, но... А ну-ка. Отскочили, ребята. У нас есть даже перегрев. Это серьёзно. Ну, вот тут окровавленный ангел. Ну, картина, конечно, такая. Взрослая. Да, тут можно ещё зайти. Ну, вот тут. А вот и первый пленник, по всей видимости. Так, а мы сможем его спасти, например? Или всё-таки только убить его нужно? Скорее всего, только убить. Не просто так лежит здесь это оружие. Да, освобождаем пленённых воинов, убивая их жестоко. Жестоко, но другого выхода у нас нет. А давайте посмотрим вообще на карту, что мы тут видим. Ну, это как бы... Это как бы утраченный свет. И здесь... И здесь кусок земли. Найдите первую часть жезла. Ну что ж, двигаемся вперёд. А, кстати, да, я не посетил там одну локацию. Там внутрь здания можно было зайти. Хочу вернуться обязательно. Нагляну, что-то я рванул прям вперёд. Обидно, что не может он, ну, как-то спасти. Не обязательно. Почему? Почему обязательно убивать? Этих пленённых ангелов, как бы... Мог бы и рукой там, допустим, схватить. Так, свиток Судьи Душ, друзья. Очередной свиток получен. Я прям доволен этому событию. Нужно глянуть... Нужно глянуть от чего именно. Ну, то есть от какого этажа. От восьмого. Или тайник, или просто проход. Ну, но не от шестого. Вот. Пока что никак. Но это, видимо, дальше мы и будем находить уже от более, ну, высших этажей свитки с направлениями. А, ну да, отсюда мы вышли. Колодец. Но, может быть, что-то есть ещё в этом здании. Надо... Заглянуть. Ну, хотя бы золотишко тоже. Просто так... Просто так его не найти. Тоже неплохой бонус. Как-то игруха из слэшера вдруг превратилась в шутер неожиданно. Но это по-своему прикол.